Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 6 сентября, и давайте посмотрим, с чем мы подошли к середине этой торговой недели. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущем тенденции на укрепление продолжаются. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера. Это отметка 1.1860. На текущий момент пара движется в область 1.2060. По паре британский фунт, американский доллар, мы также увидим продолжение укрепления. Вчера доходили до максимальных значений в области 1.3040. И на текущий момент ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашней торговой сессии. Это отметка 1.2909. Тенденция на укрепление также сохраняется. Австралийский доллар дошел вчера до целевой области на отметке 80.28. Первое целевое значение. И на текущий момент уже мы можем говорить о продолжении роста после обновления максимальных значений в области 80.39. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера и в понедельник. Это область 79.40. Пара американский доллар, японская иена также продолжает снижаться. На текущий момент ближайшая целевая область находится на отметке 108.30. Это минимальное значение, которое было 29 августа. И на текущий момент туда пара и стремится. Ближайший разворотный уровень пока располагается на максимальных значениях, которые были вчера, отметка 109.82, максимум 5 сентября. Пара американский доллар, канадский доллар вчера также обновил локальный максимум. Минимум мы доходили до отметки 1.23.35. И на текущий момент тенденция на ослабление также продолжается. Ближайший разворотный уровень располагается на максимальных значениях уже 4 сентября. Это отметка 1.24.28. По еврофунту на текущий момент тенденция на ослабление, то есть коррекционное снижение, сохраняется. Возврат к покупкам будет вновь актуален уже после ухода выше максимальных значений, которые мы видели вчера. Это область на отметке 92.13. Золото продолжает укрепляться. Вчера ходили до значений 1.344 доллара за тройскую унцию. И ближайшая цель это область уже 1360. Именно туда сейчас пара золота и стремится. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашней торговой сессии. Это отметка в области 1326 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent смогла вчера преодолеть область сопротивления на отметке 53.08. Что возвращает нас к краткосрочным покупкам по данному инструменту и развитию восходящего тренда уже в область 54.53. На текущий момент туда именно нефть и стремится. Ближайший разворотный уровень и возврат к продажам будет вновь актуален, если нефть сможет уйти ниже отметки 52.20. Это минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. По индексу DAX вчера мы видели попытку закрепления выше максимальных значений, которые были 1 сентября. Но к концу торговой сессии мы вернулись уже к области поддержки. И на текущий момент в последние несколько торговых сессий мы видим боковое движение по данному инструменту. Возврат к продажам будет вновь актуален уже после обновления минимальных значений, которые были 4 сентября. Это область 12034. На текущий момент туда мы и видим краткосрочное снижение по индексу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под этим видео. И увидимся на следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания.